Как всегда, по будням с 8 до 10 на своем радио программа «Живые» Два часа живого общения, живой музыки, живых людей, ну и вашего живого интереса С группой сегодня мы вас будем знакомить, я надеюсь, что придется она вам по вкусу так же, как и нам Именно поэтому они здесь сегодня в программе Есть у нас традиция, надеюсь, добрая, надеюсь, вы к ней уже привыкли Прежде чем я назову имя этого коллектива, хотя вы в анонсе его и так видите Ну и прежде чем я познакомлю вас с ними, с каждым из них их сколько четверо Вот с ними четверыми они споют что-то для того, чтобы сделать в некотором смысле музыкальную заявку Чтобы вы понимали, что сегодня будет, в какой стилистике звучать в течение двух часов Как всегда, живой звук в программе «Живые» Поехали! Пойдем, пойдем, пойдем Я нарисую дорогу, полный людей в водоем Они резвятся в брызгах Пойдем, 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 пойдем Горизонт осен, лан кораблем Туко изогнутый парус И крошечный дверной проем И уменьшаюсь, уменьшаюсь пыль В кристаллы света вечное лето застыло Мне нравится эта картина Пойдем, как часы, шагай, секунды, болтай Я маятником, как языком по дороге Пойдем, 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 пойдем Пойдем, пойдем, пойдем С черной на белую клетку С белой на черную клетку С ветки на ветку И в крошечный дверной проем Уменьшаюсь пыль В кристаллы света Вечное лето застыло Мне нравится эта картина И это пыль В кристаллы света Застыло Мне нравится эта картина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уменьшаюсь пыль В кристаллы света Вечное лето Застыло Мне нравится эта картина И это пыль В кристаллы света Застыло Мне нравится эта картина Пойдем, 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 пойдем Пойдем Зачитал сам сообщение Тут из Костромы вам приветы уже шлют Во все Не в тот микрофон Ты туда поешь И говоришь ты вот в этот, который от тебя левее Ну что, группа Берлога Это коллектив из славного Города-героя Чехова Их всего 4 человека За эфир хотя бы разочек можно подойти к микрофону Вот официально он горит Да? Когда буду представлять каждого из вас Микрофон можно брать к себе и тянуть Я сразу предупреждаю Потому что часто бывает музыканты подходят Он низко и они кланяются Не надо к нему Надо его к себе Сергей Дмитриев Голос, который вы слышите сегодня И, собственно, гитара Помимо всего прочего Правильно? Совершенно верно Кивая говори Микрофон кивков Кивков не слышит Далее Дмитрий Кожаков Правильно? Я выучил ударение Да, все верно Всем добрый вечер Привет Это гитара Анатолий Гребенщиков Гребенщиков Бас Да, это я Я же говорю, кланяю Микрофон Подтяни его Давай сейчас порепетирую Вот Смотри, как удобно же Правда, подошел, сказал Спасибо тебе, дорогой Но сразу говорю, что не родственник Я даже не пытался об этом спрашивать Потому что побоялся ответа Да Я тогда просто Естественно, чувствовал себя Неловко перед Да, такой фамилией Но тем не менее Если вдруг захочет что-то сказать Подходи к микрофону Не стесняйся, ладно? Ну и единственный человек У которого свой собственный микрофон Свой собственный домик Хоть и стеклянный Но свой Кухня На которой можно Жарить все, что угодно Максим Демидов Все уже со слухом полный Аут Абсолютный Уши завязаны Так, чтобы уже кровь оттуда не сочилась Безжалостный Максим человек Ну вот так он привык И сын, собственно, с этим, по-моему, уже даже Не пытается Бесполезно Бесполезно Зато точно Я очень люблю точность И яркость И образность В текстах И в названиях Само собой Это тут присутствует Давайте я расскажу-ка всем Как с нами связываться Если вдруг вы захотите что-то сказать СМС-портал 4647 Сначала свои Пробельчик А потом уже Все, что хотели бы Сказать В адрес коллектива Смотри-ка СМС-ки Уже есть Уже хорошо Группа ВКонтакте Официальная группа своего радио Там все Тоже просто Анонс вы видите В анонсе Название коллектива А в тексте анонса Название групп Мерлога Выделено синим И значит активная ссылка Кликаете И оказываетесь У них в группе Они сегодня Разместили там Замечательную картинку С медведем А рядом с медведем Наш оранжевый логотип Смотрится очень Сюрно Я бы сказал Но в принципе симпатично Почему нет Тут собственно говоря Там что же в группе Понятно Отписывайтесь Уже много чего написано Почитаем по ходу Как нас видеть Это все просто Заходите на сайт Своего радио Своерадио У нас есть просто Знатный тролль Толик его зовут Он всюду пытается Что-то Такой безобидный Товарищ из Краснодара Но любитель Немножко потроллить Причем троллить Не по теме Просто так Я его предупредил Чтобы он сейчас Сразу готовился У нас есть Злобные фурии Которые его накажут За любое Неправильно сказанное слово Сколько времени Существует группа? Группа существует Восемь лет Если я не ошибаюсь По-моему Восемь лет За которые Не было написано Ни одного альбома Кроме Трех синглов Записали Да он с гордостью Об этом говорит Мне кажется То есть когда люди Приходят в студию И говорят Мы за три года Написали пять альбомов Я понимаю Вау За восемь лет Ни одного альбома Это сознательно Наше название Все таки Наверное сработало Какой яхт он назовет Это берлог Мы все проспали Все профукли Если я правильно помню 11 февраля 2007 года Дата вашего рождения То понятно Что в это время Как раз в берлоге Лежишь Лапу сосешь То есть как раз Зимнее самое время Когда в общем-то Особо не думаешь О том как Лишь бы проснуться вовремя Снег ты никак Кстати не можешь Все ходит Идет Идет А за эти восемь лет Сколько песен написано тогда? Восемь Там на самом деле Нет На самом деле Песен написано больше Потому что Кроме группы берлога У меня были еще И другие группы То есть я вообще пою Где-то Монолитом Года с 97 Да Даже и до Монолита Еще была группа Вот А что было до Монолита? До Монолита Еще была группа Форвард А Знак ответа? А Знак ответа Это Монолит Позже стал называться Это после Я проминал фишку Переименовать Мне очень нравится Название Знак ответа Я вообще люблю Очень креативно Знак вопроса есть В русском языке? А вот назвали Знак ответа нет А чего и поменяли название-то? Хорошее название же Знак ответа? Да Так на Знак ответа И поменяли название И развалилась группа А в смысле Почему берлогу Не стали назвать Знак ответа? А вот не знаю Сейчас мы задумаемся Может переменуем Хотя если за 8 лет Ни одного альбома не написано В принципе почему нет Ничего не теряете Один альбом Выписали Берлогу Один знак ответа И так все не чередовано Но это коротко Если говорить о группе Коротко Первые такие прикосновения К их истории К их творческому предназначению Дальше надо петь А потом будем продолжать беседу Что это будет? Это будет песня Под названием Киты Ну тоже не замысловато Но я надеюсь Так же красиво Как и первая Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня группа Берлога Пока Берлога Как я понимаю Поехали? Поехали Раньше видел в луже Отражение неба Теперь вижу в небе Испарение лужи Завтра все будет Лучше, наверное Завтра уже Не может быть хуже Мне тряснились киты С усталыми глазами На кисельных берегах В витрине Поехали Это птичка Эта птичка В формалине Просто спит Эта птичка В формалине Просто Завтра постелит Мягкую В вероятных местах Птичка Птичка Амплитуду В формалине В формалине Просто спит Эта птичка В формалине Просто В формалине В формалине В формалине В формалине В формалине Птичка В формалине Не ядовит Ты улыбнись Отраженью в витрине Эта птичка в формалине Просто спит Эта птичка в формалине Просто птичка в формалине Просто птичка в формалине Просто спит Из берлоги раздавалась песня про китов Хорошо, сегодня у нас зоологические практически прогулки будут Но я полагаю, что эти прогулки вам всем понравятся Привет Кожакову и Дмитрию из павильона, пишет Макс Малин Это что, это что? Это работа Голитесь, понятное дело Павильон, это что такое? Это павильон телесериала След Павильон телесериала След Интересненько И что, собственно говоря, почему из павильона телесериала След Кстати, хороший сериал, между прочим Мы сейчас снимаем 1360 какую-то серию Это та самая история Санта-Барбара отдыхать Да, та самая история Я хотел сказать про Санта-Барбару Когда можно было посмотреть 15 серию Потом 253 И в принципе, суть не теряешь Главное, чтобы героев не позабыть, как зовут А что вы делаете в этом павильоне телесериала След Мы там с звукооператорами трудимся Все, что ли? Ну вот я и он, а они нет Я и он, я пальцами показал, да? Хорошо Я и Дима, да То есть ты и гитарист коллектива Да, все гитаристы коллектива трудятся на звукочке То есть это вы бегаете с таким шестом, на котором мохнатый микрофон Да, правильно? Да Это чтобы микрофон не попадал в кадр Это же режиссер создал подзатыльники Да, да, да Я помню, какой-то фильм был советский, где микрофон периодически попадал в кадр Я не знаю, как его вообще в цензуру опустило Серьезно Вместе встречи изменить нельзя Есть микрофон в кадре Там снизу хорошо торчит Он правда не мохнатый, но торчит Я видел мохнатый, не помню, в каком советском фильме А еще я видел вертолет Тень от вертолета в фильме «Тачанка с юга» Это безумие Панорамная съемка, «Тачанка», пустыня Ну, по-моему, в Астрахани где-то снимали Значит, белые гонятся за красными Красные на «Тачанке» из пулемета Из «Максима» ба-ба-ба-ба-ба-ба С вертолета все это снимается очень красиво И вдруг как-то так кадр меняется И так в верхней части кадра Пролетает вертолет Ну, революция, все нормально В принципе, в те годы можно было ждать всего чего угодно Я не удивился бы, если бы это была тарелка Ну, в смысле? Был Путин Это да, это мог бы Почему? Он летает всюду Мог бы и в то время тоже Давайте вот с чего мы сейчас с вами в этой части поговорим Начнем вот с чего Вы же, я понял, вы звукорежиссер Оба А что? Так, ты молчишь, ты у нас пингвин-папа О тебе мы все знаем Чем занимаешься ты, Басис? А я военнослужащий, не поверите Да ладно То есть, не занятие в музыкальной деятельности совершенно Ты сейчас служишь? Да Где? Расскажи нам этот секрет А этого-то я не могу, к сожалению, рассказать Ну, есть военный городок в Подмосковье, Чехово-2 Вот там я прохожу военную службу Срочно? Нет, по контракту Мало ли, а вдруг ты срочник, который убегаешь Я уже слишком стар для срочной службы Ты знаешь, в наши годы все может быть На самом деле Ты не выглядишь слишком старым Поэтому давай вот эти комплименты лишние не напрашивай Пожалуйста Ну, в каком звони? Капитан уже Капитошка То есть капитан, да? Да Вы неловкость не испытываете? Перед нами здесь Почему же я? Ну, командуешь, да? То есть, по твоим началам ходят... Нет, нет, в основном многие У нас есть постарше люди Не, ну, понятно, что за постарше Но у тебя подчиненные есть? Нет, нет, у нас... Капитан без подчиненных? Да А, ну, тогда нормально Свободный капитан Тогда нормально, свободный капитан Круто, такого еще у нас не было У нас были разные... Ну, давай, говорит Капитан тянется к микрофону А! Макс, давай Что сказать-то? А я понятия не имею, что хотел сказать Так вы спрашиваете Расскажи о себе, пожалуйста Про Пафнути Максимович что-нибудь Да Давай про сына расскажи Пафнути Максимович 6 лет ему примерно уже Так Так сказать, не присутствовал при рождении Но... Мне его подарили... Где тебя носили? Обычно у пингвинов папа яйца Я очень волновался Что там папа делают во время рода? Он просиживает Папу высиживает яйца у пингвинов Это я тебе сообщаю так Ну, я же сам-то как бы не очень пингвин Только местами А почему сын пингвин? Ты уверен, что это твой сын? Уверен Ну, расскажи о себе, давай А что рассказать-то? Ну, ты играешь в берлоге Играю в берлоге Где еще играешь? Напомни, наша аудитория Еще приходится поигрывать в группе «Недра» Есть такая, мы у вас тут были Были, были, были Вот И скоро буду с группой «Ключевая» Так С группой «ХБ» С Пашей Фахардиновым Да хватит, наверное Давай, давай, давай Да нет, да все как бы Сейчас поставим рекорд Гиннесса Да, все Все, да? Давай еще без нас Англика Ну, это по-периодически Фолкью Шестой номер пошел Это говорит о том, что хороших барабанщиков в стране мало И вот на расхват просто Это правда Самые лучшие музыканты, барабанщики А еще это говорит о том, что безотказных барабанщиков Еще меньше, чем хороших Ты знаешь На самом деле Человек добрый, открытый Он же здесь после операции Я хочу сказать об этом Как давно ты вышел в больницу? Ну, недели сколько? Ну, вообще, примерно месяц назад Месяц, да Да, полостная операция Что тебе резать? Ой, живот Ну, я понимаю Шов-то твое видел 30 сантиметров шрамов 32 И при этом он вполне себе, смотри Бодренький И играет На барабанах, между прочим Вот эти вот брюшные мышцы Очень важны Серьезно Надо ножками Ты же на катыш карданом играешь? Сейчас пока еще не играл Педалькой просто Не, ну, как бы придется Может услышать Если захочу Представляете, насколько мужественный этот человек Вот насколько Демидов мужественный отец И барабанщик У меня и пингвин такой же Бросил все Бросил все И болячки свои оставил там дома Где-то на полочке На пыльной Но пришел на эфир Чтобы поддержать коллектив Чтобы играть вместе с ним К вам невозможно не прийти У вас хорошо Ай, спасибо тебе большое Ай, спасибо Молодец Очень вовремя сказал Я сейчас понимаю Что я должен как-то, наверное, и тебе в ответ что-то сказать Замечательный барабанщик в коллективе берлога Замечательный барабанщик в коллективе берлога Давайте что-нибудь сейчас поем Что это будет? Это будет песня на всех парусах Окей Как всегда живой звук в программе Живые Напомню, здесь сегодня Чеховская группа берлога Берлога Панали Город за штрихом дождем Я, как всегда, выложил зонт Идет дождь Я иду в нем Хлещет, как шнитке, валом нот Марлевый свет фонаря Рисует замкнутый круг На асфальте шагну я В него исчезнул вдруг Дождь И вот струи, как нити Все тянутся вверх Для перекрестия В надежных руках Я ускоряю шаг Чтобы выйти Из этого штиля На всех парусах На всех парусах На всех парусах На всех парусах Вместе с липкими мыслями, которые не отсереть Со стихами, которых уже написал, видимо, треть С песнями, что как спартанские дети Навстречу ветру парят В дождем заштрихованном городе В свете от фонаря Вот он, дождь, и вот струи, как нити Все тянутся вверх до перекрестия в надежных руках Я ускоряю шаг, чтобы выйти Из этого штиля На всех парусах 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 Ну круто чё Правда замечательный вокал Скажи учился голос когда нибудь ставил себе Ой я выходил месяца полтора на вокал Ничего не понял Я больше потом понял как так так петь Но как то нет вообще А я в общем то и неправильно пою Я на связках пою с Наном Ты знаешь вот мне сейчас я не педагог Я не постановщик голосу Поэтому мне все равно главное чтобы тебе хватило сил на 2 часа Петь Но просто вокал сам по себе Сколько октав ты берешь Вот если кстати правильно петь То октава полторы Если неправильно то я не знаю Я что-то не засекал То есть когда неправильно у тебя больше получается Пой неправильно 4647 это короткий номер для смс К своей пробел Дальше ваше сообщение В чате на планете Отписываться можно в группе вконтакте Вот например Никита Пятачков Замечательные слова сказал человек Вот знаете как бывает Включил слушаешь потихоньку музыка фоном Но в то же время средним ухом Средним Это то которое болит часто Чтобы капельки капать Так вот средним ухом Никита Пятачков пишет Никита Пятачков пишет берлоги Ну да Средним ухом воспринимаешь тексты И понимаешь как такую красоту не слышал Даже не знал ранее И это после 2-3 произведений Тут как то так вот совпало И музыка и голос и текст Классно Спасибо Пишет Никита Пятачков Очень мне нравится ник Аня ХН Ну ХН ХН Это как Амарха ХМ Ох какая хорошая группа Сразу нравится Всем здрасте Привет группе берлога Из Ухты 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 Что касается географии Она у нас широкая Я как то перед эфиром говорил Не знаю Стоит ли сегодня проводить Перекличку Как то я лично уже подустал от нее Но могу сообщить Что география от Калининграда Кёнигсберга Которого до Ухты и Ухны И вот туда вот Аж до Камчатки Ну и понятное дело И Белоруссия И Украина И Казахстан И масса зарубежных стран Где живут граждане У нас сегодня Кстати сказать Еще один человек Помимо тебя Между прочим Буквально сегодня Выписался из больницы И тут же на работу Лазарет Давайте поаплодируем Сереге Бальскому Нашему звукорежиссеру Во-первых За мужество Во-вторых За профессионализм Не краснее только За профессионализм И за то что он Сегодня замечательным образом Работает Делает классный звук Как собственно Мы всегда стараемся Его и делать Вот это тот случай Когда я Что называется По-мужски преклоняюсь Вот только сегодня Выписали из больницы Человека В тяжелом он там был В нелегком положении Скажем прямо Язва Страшная штука Вот Три Три язвы Страшно в тройне Вот И сегодня Выписали Он тут же на работу Прибежал Причем забежал домой Чтобы в пижаме не ехать Видишь как Вот всех развеселил Молодец И сам хохочет Это хорошо Что касаемо Восьми лет творчества И ни одного альбома Это позиция принципиальная Или просто бабла не хватает Да нет Там совершенно не в бабле дело А в чем? А мы в организованности дело Мы начинали Это неправильно Мы начинали писать альбом А потом понимали Что как-то не так он пишется Начинали заново И опять И так восемь лет И так восемь лет Я к чему спрашиваю Сейчас начали опять Кстати У нас уже записаны Барабаны в пять песен А уже пять барабанов записали Хорошо Хорошо Ну скажи Так дело в том Что только с меня Все и как бы начиналось И всегда все на мне же И пока заканчивается А почему Предлагаю выпустить Альбом барабанов То есть все двенадцать песен Допустим Барабаны и треки Слушайте капитана Он офиксер Он понимает что говорит Если этот человек предлагает Значит он знает В принципе все ходы и выходы Я к чему спрашиваю Просто вот если вдруг Подчеркиваю Вдруг У одного присутствующего человека Возникнет желание Взять песни Какую-нибудь в ротацию поставить Что этот человек ставить будет В ротацию Если у вас записи Только барабаны ставишь У нас там три песенки есть У нас есть три песенки Какие? Три песенки мы записали Вот как раз на всех парусах Киты И И И И И И И И Дзен Та которая пока еще не звучит Да 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 На счет будет звучать Ну Хорошо Вот они песни записаны Но мы все равно Кстати перепишем на альбом Так что А когда это будет? Вот мы уже начали Я не знаю Вы боюсь загадывать На самом деле Но барабаны есть же уже? Барабаны уже есть Ну все пол дела сделано Пол дела сделано Ну традиция не нарушается Барабаны есть песенки нет? А уж что ставить в ротацию И сами себе думаете Братцы Нельзя так разбрасываться Мне кажется Своим талантом Ну правда Вас должны знать Группа-то замечательная И очень хотелось бы Чтобы вы и голос твой слышали И музыку которую вы делаете Тоже Очень я скажу Правильный Размеренный бас У вас в коллективе Ну офицерский бас Он не может быть другим Он четкий Грамотный Правда я так прислушиваюсь И понимаю Что тут Тут да Тут в общем Мыш не прошмыгнет Все очень Четко Конкретно До соль До соль Ну так и до майора 46-47 Короткий номер для смс К ваших Сначала свои Пробельщик А дальше все Что хотели бы выразить Может быть вопросы Какие-то задать А может быть эмоциями Поделиться Это тоже бывает полезно Особенно музыкантам Которые не так часто Видимо слышат В свой адрес Какие-то добрые слова Ну или слышат Но я имею в виду От чужих людей Не от своих Так Вот я например Тут обнаружил И потерял Как же быстро Много сообщений Значит Вот Посмотрите Наташа Капитана Бас в руках Как автомат Железная хватка Хаотичные движения 300 выстрелов в минуту Евгений Караванов пишет А Наташа Иванова пишет Вот еще один трек В плейлист Ну то есть Люди уже потихонечку Подмечают А что в плейлисте Если вы записи Никому Нигде Можем Можем предложить Барабаны Записанные Так что А можем предложить 30 числа Прийти в клуб Точка сборки Точка сборки Точка сборки Да Вот Будет на самом концерте Как раз Я там вначале Поиграю в акустику Потом поиграем Еще в электричестве Вот такой вот концерт Это какое число 30 числа 30 апреля Сего месяца Сего месяца 30 апреля Клуб точка сборки Во сколько Восемь Восемь Вечера Восемь вечера Рядом с заправкой Там бородатый мужик Я к тому Что вы можете пойти На их концерт 30 числа Я думаю Получите удовольствие От живого общения С этими Замечательными ребятами Давайте петь дальше Что это будет Давайте Эта песня Всегда говорил Тоже с незамысловатым названием Хорошо Это традиция Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Живенькая группа Берлога Поехали Редактор субтитров А.Семкин Всегда Говорил Вычел Когда все говорили Отнял Так было просто Приятнее Так как Сути Я не менял Я решил Что так Будет добрее А все Осталось Как есть Слова Для условности Существует Куда важнее Меж строк Прочесть Субтитров А.Семкин Закрывая Кто 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 же Ты Изучающий Меня С ластиком В руках Кто Кто же Ты Изучающий Меня С ластиком В руках Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Говорим словами Ведь для самого важного Всегда хватит взгляда Тут вообще Все отлажено Тут вообще Все как надо Да-да-да Листаем память Стаями летят Страницы Я Милая Безоблачная глупость И черно-белые фото Превращаются в ноты Кто Кто же Ты Изучающий Меня С ластиком В руках Кто Кто же Ты Изучающий Меня С ластиком В руках У каждого утра есть свой запах И каждый раз неповторимый С рассветом открывается утренний клапан И все становится мило Заботы мимо Запах Этот неуловимый С чем-то вроде ванили Возможно Иногда он кофейный Иногда он табачный С этим надо быть осторожней А еще бывают запахи прямо из детства Например, запеканка из детского сада Кстати, мне вспомнилось, что в маленьких кружках нам давали погроздочки винограда Запах пластмассы новых игрушек Запах бумаги и пластилина Какая-то псевдо-жестокость войнушек Это, видимо, опыт неповторимый Листаем память Стаями летят страницы И черно-белые фото Преобращаются в ноты Кто? Кто же ты? Изучающий меня С ластиком в руках Кто? Кто же ты? Кто? Кто же ты? Изучающий меня Слушайте, Дмитрий, ты похожа на рок-операх, Рос, с самого детства И, видимо, вместо того, чтобы слушать пионерскую зорьку и песни всяких разных добрых людей в красных галстуках, если ты их застал еще Я не успел на год Я октябренком был, а вот должен был становиться на следующий год пионером, и все И отменили Пацан Ну, это же хорошо, что люди в таком юном возрасте такие талантливые Правильно, товарищ капитан? Ну, кому, как ни офицеру, это понимать Прям рок-оперное звучание совершенно Причем все эти рваные ритмы И вся эта история Знаешь, как это бывает, когда... О, я только сейчас заметил у тебя ремешок-то необычный Да, мастеровой Чего-то я сразу-то и не заметил В кадре видно, нет? У него на плече, по сути дела, лапа медвежья Имею в виду этот ремешочек Он в такой... А, видно в кадре, очень красиво, да, смотрится Кто делал? Это белорусский мастер Владимир, я забыл, как его променили Хорошо, Владимир Белорусский Белорусский Владимир, да Давай так Сделал отличный ремень Красивый, правда Вот, он работал в кино, он делал для кино всякие штуки Мы с ним вместе работали на одном проекте Ага, бутафор, что ли? Ну вот, не то чтобы бутафор Он, вообще, у него там должен было, типа, что-то вроде фактурщика Но он тогда пришел Но он делал, допустим, там, пистолеты для главных героев То есть он... Ты заказал у него пистолет? У меня денег не хватило Вот, он разбирает пистолеты, снимает мерки И делает точно такое же заново целиком И делает еще лучше для кино То есть он просто заваривает какие-то части, чтобы сошло за бутафорию А так это все рабочее полностью Ну тогда понятно, почему ты фамилию не называешь Ну да Человек живет в Минске, там батька его прикроет, если что Опасно В любом случае Я имел в виду вот эта вещица Она явно и очевидно чем-то навеяна Ну, просто я узнаю даже прям ходы Ну, такие чисто эстетические Или ты хочешь сказать, что оно само пришло И ты ничего подобного никогда не слышал? А я, честно говоря, не анализировал эту песню Она как-то так вот появляется Ну нет, она наверняка чем-то навеяна Просто я не знаю толком чем Посмотри, какой талантливый Ну, вообще все навеяно Получается, как бы Пошли первые группы там Битлз Те, кто были после них У них что-то было навеяно Битлз А те, кто после них Было именно тем, кто был Ну, по цепочке, в общем, все А потом случился Дорс А потом случился Дорс, да И вот кто-то любил Дорс Слушал Дорс периодически И что-то стало набиваться Дорсом, судя по всему Ну, я так полагаю Но это неплохо Я же не говорю о том, что Я просто говорю о том, что в этой вещи Я услышал сразу несколько интересных Удивительно интересных ходов Которые могли Можно было бы использовать совершенно Вот рукопера, что такое, ты понимаешь, да? Да Прямо картинка рисуется Которая сценически Абсолютно сценинографически Может выглядеть даже красиво И без актеров Просто какой-нибудь такой красивый Ну, вы звукорежиссера сценически Ну, в смысле киношного Вы же понимаете Красивый такой размазанный план Вот этот музло И мельтешащие люди Вот тебе уже и клип И люди будут думать, что они смотрят рок-оперу Прямо сейчас И ждать какого-то сюжета А сюжета нет А это берлога А мы пошутили Но красивая вещь Красивая очень песня Слушай-ка А вот если говорить о текстах Твои? Да А музыка? Да То есть всё твоё? Да И никогда не пользовался ничем Другим? У меня есть Одна песня Ну, две песни, можно сказать На стихи Бродского То есть одну я просто пока не исполнял А сегодня будет, если на Бродского? Нет, мы с группой ещё не делали Она там такая Так, понятно Но на концерте 30-го числа В клубе Точка сборки Точка сборки Она будет, да Вот Это точно Хорошо Бродский, это всегда интересно Спойте всё равно Любим, помним ДК Маяк давно-давно Да Пишет кто-то на смс-портале Без подписи Был такой ДК Маяк Именно в этом ДК Маяк И появилась, в общем-то Группа Берлога Правда, она появилась Как раз в составе гитары и скрипки Вот Сегодня мы без скрипки Потому что у нас Она с таким большим животом В котором сидит человек На скрипке Вера Вера Сверидова Она сейчас теперь Чекмарёва уже Ну вот Ага Сверидова, конечно, погромче звучит Ну вот я и подумал Сверидова звучит для музыканта Для скрипачки Ну просто Просто божий дар Что называется С такой фамилией Так Теперь она чего? Ждёт? Да, у неё теперь Второй человек в животе сидит уже Понятно От Чекмарёва Да Ну раз она Чекмарёва Ну логично же Правда, если Она теперь Чекмарёва То, соответственно, человек от Чекмарёва Сидит у неё В животе Это же счастье Это великое счастье А когда человек родится Когда человек появится на свет Немножко оклемается И с ним можно уже будет С бабушкой оставлять Она вернётся в коллектив? Она будет со скрипкой? Или вы уже не используете ничего другого? Ну вы как раз хотели её дёрнуть на радио Чекмарёв уже дёрнул Там же, да Лапка — это зачем? Тем более, если она сейчас в тяжёлом Уже в большом сроке, да? Ну вот она вот со дня на день Ну нормально, мы хотели её дёрнуть на радио со скрипкой Уж надеялись, да А вот получилось так Со дня на день она Вот она пришла сюда Нет, мне было бы приятно, если в нашей студии родился ребёнок У Сверидовой Это просто память была бы на всю жизнь Но ты знаешь, такой экстрим В прямом эфире с двух С четырёх С четырёх С четырёх камер Такой экстрим — это серьёзная штука, я тебе скажу Клёво То есть ещё раз Песни твои полностью Ты автор и текстов, и музыки Ребята помогают аранжировать А уж всё, что касается сочинительства, это твоё Набродского и всё То есть всё остальное исключительно твоё авторство Да Восемь лет Это восемь лет только группа Берлога А так есть ещё более ранее А с какого возраста начал? Ну, лет где-то с тринадцать и четырнадцать И первое выступление было лет, наверное, как раз в четырнадцать То есть выступление или первые стихи написал? Как это было? Нет, первые стихи где-то лет в тринадцать и четырнадцать были Влюбился? Ну, обычно так Влюбился, мальчик написался Влюбился раньше Стихи начался Позже Просто интересно С чего ты начал писать стихи? Почему? Понять не верю Само? Ну, я просто вспомню себя В том возрасте примерно Знаешь, когда хочется показаться девочке, в которую ты влюблён Каким-то романтичным, возможно, да? Ну, портфель нести, ладно, это пошло Ну, несёшь и думаешь Ну, вот несу я его раз Несу я его два Несу я его три И толку-то Хоть чмокнет, нет? А во стихи Ты сидишь, корябаешь Что-то там, какую-то ерундистику пишешь Смотришь, чтобы рифма Кровь-морковь, любовь, ну и так далее Какая ещё так далее? Кеда-полукеды Кеда-полукеды Ботинки-полуботинки Вот Отправляешься и записочки с этими стихами Она читает Делает так Отбрасывает этот И опять несёшь ей этот чёртов портфель до дома До подъезда Где она говорит Пока-пока Господи, что же ей ещё? Так вот Так часто Мальчики-то и берут гитару в руки Как раз именно для того Чтобы девочек Как можно больше привлечь И стихи писать начинают А у тебя с чего началось? Вообще, в принципе Именно урок музыковлечения Началось с группы кино Которую слышал лет в пять Наверное, в шесть Когда меня Родители оставляли у соседа К которому, видимо, Очень хотелось возиться С пятилетним мальчиком Он просто делал группу кино И как-то слушали Я вот так вот наслушался То есть тебя с детства Долбали группой кино? Да, да, да Бедный мальчик Год так С восемьдесят Восьмого Восемьдесят Сколько тебе лет было? Пять Ну, это рано Группу кино надо начинать Слушать лет в сорок пять Ну, когда ты уже созрел Когда ты уже полностью Оклемался от всего Когда ты уже понял Что есть хорошо, что плохо Чтобы отличать одно от другого Нельзя в пять лет Ребёнка мучить группой кино Там такие тексты Ну, куда нафиг? Ну, вот, наслушался Бедный мальчик В тринадцать лет добили Гражданской обороны И всё Ой, ёп На, это был последний удар Я так понимаю Да После кино Гражданская оборона Да, блестяще, конечно Здорово Догоняться Дорсу Вот это очень правильная Была история с Дорсом Надо петь дальше Да Он говорит, что, группа кино? Кавер Я бы не удивился Что это будет дальше? Это будет песня Вероника Хорошо Это адрес какой-то Ну, я имею в виду Адресная песня Вероника реальный свой персонаж? Нет Это придуманный персонаж Придуманный, хорошо В этом разрезе Будем слушать песню Как всегда, живой звук Про грабежевые Здесь сегодня берлога Поехали Где ты, моя веритас? Я в осколках ветких мыслей Их пальцы в волосах Ветр Зеркал моих Кривизна Расписала круг озор Но я чувствую фальшь Эту грел лето Пел лето На губах сверкает И не есть Где-то есть Пересечение параллельных Линей Вероника Вероника Лижет струны Смычком воздыханий Вероника Раскинет свои слезы В партитуры Кантат Небо Вероника Посмеет стать огнем И растопить стекло В твоих глазах Вероника Танцует на ковре С бритвы Побирает страх Где ты, моя? Я разглядывал прожилки век Примерно представляя небо Из глины Вылепил тебя И обжег стихами Песнями, обрывками Сырых куплетов Грел пальцы, грел Вдыхая все святое То, сложно то Что наивно и простое Вероника Лижет струны Смычком воздыханий Вероника Раскинет свои слезы В партитуры Кантат Небо Вероника Посмеет стать огнем И растопить стекло В твоих глазах Вероника Танцует на ковре С бритвы Побирает страх Вероника Поднимется туманом И прольется проливным дождем Вероника Вероника Ну ведь жду тебя Жду тебя Верим и ждем Верим и ждем Верим и ждем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова — Ну, такой вот, немножко витающий слегка, фантазия в своих... Скажи, а какие у тебя были мотивы, ну, вот когда мы говорим о музыке, например, когда мы говорим о сочинительстве, когда мы говорим о группе, какие были мотивы создать коллектив? У кого свой? У каждого свой. Вот у тебя какой мотив-то был? К славе ты явно не рвался. За восемь лет ни одного альбома это тому подтверждение. — Ну, да. Ну, хотелось просто немножко другого звучания или более полного, не хватало чего-то. То есть вообще, когда... — Мы вдвоём выступали, ты на гитаре... — Со скрипкой? — Да. — И Вера Сверидова со скрипкой. — Да, при том, до этого, когда я играл один, я говорю, слушай, у тебя всё хорошо, ты один играешь, у тебя всё так закончено, всё, тебе больше никто не нужен, больше ни с кем не играй. Я говорю, вот я хочу со скрипкой. Да ты что, не надо, начинаем играть со скрипкой. У вас со скрипкой так вдвоём хорошо, что больше ничего не нужно. А вот без скрипки уже что-то, ну, немножко не то, конечно, совсем. А вот со скрипкой уже всё хорошо. Вот. И так вот, как бы, разрослись всё-таки до полного коллективического состава. Ну, душа иногда просит всё-таки что-нибудь жарить. — Ну, это понятно. — В акустике всегда. — Это понятно. Но вы люди телевизионные. Ну, звук, телевидение. Я думаю, что это не единственный сериал, которым и ты... — Не, на разных проектах. — То есть всё время в этой работе. А когда репетировать? — Вот. — Да. — Как придётся так репетировать? — Капитан, между прочим, Гребенщиков тоже человек подневольный, на секундочку. Он же тоже не может каждый день так шляться и на репетиции приходить. — Сутки, трое, трое выходных. — О, я сейчас себе, да, я вообще, вообще, как эпично звучит капитан Гребенщиков. Я сейчас вдруг подумал, да. Хочется встать, реально. Хочется встать и сыграть... Был город золотой, там, и капитан звездой. Сейчас мы придумаем какой-нибудь текст, поиграем. — Ну, собираемся мы настолько со скрипом, что, допустим, на ШК-фесте, который будет в мае, вот, в конце, с 22 по 24, вот, я уже сейчас суетно собираю новый альтернативный состав. То есть вообще... Потому что не может никто. Никто не может из этого состава 22 по 24. — А как ты успеешь-то за это время? 22, 23, 24 мая, кстати, да, ШОК-фест. — Не загораем. — Замечательный, между прочим, фестиваль будет. Там такой лайн-ап, ребята. Там такие собираются группы. Это просто чума. Я пока не говорю, мы потом об этом обязательно расскажем. Мы будем рекламировать эту историю, мы будем пиарить его. Но какие там коллективы? Вот берлога. — Да, у нас вот планируется на вас Вадим Солнц, этот суперсол-гитарист группы «Недра». Вот, мы с ним уже играли. Вот, остальной состав пока не буду раскрывать. — Ну, хорошо. — Он такой... — Как же ты поправишься-то? — Что там? — Что там? Возьмёшь скрипку и гитару, всё. — Скрипка не... — Но будем надеяться, что всё сложится. Вообще, толковые музыканты очень быстро как-то хватают и вполне нормально. Только эти-то, если не могут, не могут, но ревновать будут. Будут ревновать, я думаю, немножко. — Сейчас. — В следующий раз. — Будут ревновать. Ну, чуть-чуть. — Чуточку. — Ну, да, ну, чуточку. — 46-47, напомню, это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите свои, пробел. После пробела уже всё, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, напоминаю, это могут быть просто эмоции, которые тоже часто человек переполняют, переполнены эмоциями, что-либо высказывают в адрес коллектива. Значит, а у меня в 13 лет и магнитофон это не было. А был проигрыватель пластинок «Юность», чемоданчик такой рыжий. И коллекция на концертах Владимира Высоцкого. Пишет Руслан. Сейчас народ рассуждает, в каком возрасте нужно начинать слушать какую музыку. Зацепило ты, понимаешь? Зацепило. Меня тут спрашивают походу, ну, просто забавно. Сейчас, секундочку. Ой, а где же кому-то? Григорий, Григорий. Где Григорий? Вот. А крематория безобразная Эльза в 12 нормально, спрашивает меня Григорий Груз. Я считаю, что рановато после того... — В гомеопатических дозах. — Да, как паспорт получишь в 14, вот после этого уже можно. Потому что ответственность какую-то будешь нести за результаты фантазии после прослушивания песни безобразная Эльза. А в 12 рановато. Мне кажется, рановато немножко. А вот что касается, правда, музыки и корней. Что слушал, вот реально слушал в детстве? Кроме кино. — Ну, всякое разное. То есть, ну, какой-то Калинов Мост, допустим, Бьорк. Разброс такой там. — Нормально, нормально, да, нормально. — Так. Вот. Если из классики, вот, Шнитке. — Вот. Если из... — Смотри, из классики самостоятельно слушал Шнитке? Или тебя заставляли под пытками это делать? — Нет, мне Шнитке очень нравятся. — Серьезно? — Серьезно, да. — После Калинова Моста и Бьорк, Шнитке? — Ну, кстати, Бьорк и Шнитке, они... — Ну, Бьорк может быть, но Калинов Мост-то точно нет. — Ну, Калинов Мост... Да, он как-то немножко в другую степь, он в более благозвучную степь. А Шнитке... — Удивительный разбросок. — В другом мастер спорта. — Не, он мастер, безусловно, и спорта тоже. Но это, надо же, какое удивительное сочетание. А вот мне сейчас интересно стало Анатолия спросить. Кроме военных оркестров, что слушаешь? — Да. — Какую музыку любишь, что ли? — Ну, кстати, насчет кино, одна из тоже моих любимых групп в детство. Ну, даже не совсем детство, а так лет до 20, наверное. — Вот это возраст, правильно. — Да. — То есть. — Активно и концерты смотрел, и все альбомы у меня были. То есть такой, можно сказать, прям фанат. — Вырос на кино? — Да, можно сказать так. — А кроме кино? — Вообще русский рок, то есть вот там Нутиус, Помпилиус, Чайф, ДДТ. ДДТ до сих пор очень нравится. Ну, правда, вот не современное творчество, а вот пораньше. — Признайся всем, ты Стинга слушаешь. — Из западного, да. С Хинга, Полис, дальше Red Hot Chili Peppers. — Приятный офицер такой. — Да, да. — Битлз тоже, как вот и Сергей, тоже мне все нравится. — Приятный человек, приятный человек. — Спасибо тебе большое. — Но Дорс почему-то не нравится. Сергей нравится, а мне почему-то. Он за это меня, наверное, недолюблив. — И мне Дорс нравится, потому что он шнитки любит. Понимаешь? Тут надо понимать, да. Тут карта как легла, что называется. — Слушайте, братцы, чем вы закончите этот час? Какой песней? — Песней будет называться «Парафин». — Хорошо. Давайте закончим «Парафином». — Я вообще не слишком долго думал о названии песен. Они появляются чаще в процессе репетиции. То есть, а что сыграем? Ну, вот это вот, это вот, вот парафин. — Хорошо. — То есть так, чтобы как-то... — Может быть, это и правильно, что думать-то долго. — Да. — Потом, после этой песни, мы на пять минуточек подышим, а затем вернемся в студию. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня берлога. Поехали. Как будто бы тебя нет, Как будто бы я невидим, Как будто бы ты не ведешь Меня за руку, Я оставляю след, Ты оставляешь нимпы. Мы ходим, и ходим, и ходим По кругу. Лай-ла-рай, Как будто выключается свет, Как будто начинается фильм, Видишь, плывет, расплывается музыка, Будто бы меня нет, Будто бы я парафин, Стекшись потемневшего фитилька в люце. Я выучу твой язык, жестов неслышных слов Я расскажу тебе самые разные истории Я привык к круговерти городов Восстанови меня за шаг до напрасного За этим панцирем лиц, за китиновой немотой Разлечу блики огня заповедного За туманом страниц, за этой продрогшей струной Не оставь меня одного, не оставь меня одного Райда 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поехали! DimaTorzok 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 Будь скор, знай, все есть Бог, Бог, и все бни, и помни, что смерти нет, Ратибор, Ратибор. Ратибор Я не знаю, свойственно, не свойственно, но песня красивая. Вот реально красивая песня. Красивые песни вам свойственны. Хороший. Хороший ответ, правда. На СМС-портале 4647, пробел дальше сообщения. Капитан Гребенщиков, когда на гастроли в Питер, Павлова Иванова спрашивают здесь. Кто такие Павлова Ивановы? Ну-ка, рассказываем. Толь, кто это такие? Это значит, друзья моей жены. Друзья жены. Причем я даже не предупреждал по поводу эфира. Это говорит о популярности вашей радиостанции. Спасибо, товарищ капитан. То есть люди смотрят со всех уголков. Ты не сообщал, жена сообщила. Мне не докладывала. Вообще, что касается гастролей, что касается поездок, что касается концертов. Ну, 30-го числа в точке сборки. 30-го апреля, точка сборки, 8 вечера. Группа Берлога. Это понятно. На фестивале Шакафест в июне можно будет их там услышать. В конце мая. В конце мая, прости, пожалуйста. 22-й по 24-й. В конце мая. 22-й, 23-й, 24-е числа. Действительно, в июне там другой фестиваль. У меня путается. В голове их много у нас. Что касается каких-то гастролей. Ну, что-то как-то мы не сильно гастролируем. Хотя мне вот апрель пытался хоть более-менее концертным. То есть, ну, я в акустику все-таки покатался. Вот в этом месяце был в Калуге, был в Шуе, был в Иваново. С акустикой? В Чехове, да. Ну, ребята не могли, опять же заняты были. Не, ну, просто группа не все города могут потянуть, покатать. Это понятно, да. Такая традиция у нас недобрая в России. Самый оптимальный состав – один человек – гитара. Да-да-да. Ну, мы со временем сейчас раскатаемся. Я уверен. Я уверен, что когда появится у вас аудитория больше, чем сейчас, ну, только постоянной такой, само собой, вас будут чаще звать. Мы попытаемся сделать для этого все, что можем. Вот сегодня, например, показывая вашу музыку, надеемся на то, что появляются у вас новые. Кстати, у меня тогда будет вопрос к аудитории своего радио и к программе, слушательной программы «Живые». Вот те, кто сегодня слышит группу «Берлога» впервые и уже может сказать, что это интересно и что будут слушать дальше. Вот просто отпишитесь ВКонтакте. Вот я, например, слушаю в первый раз. Мне нравится, я буду слушать дальше. А я так для себя прикину, просто любопытно, кто сегодня готов уже признать, что вы нравитесь. А товарищ... Так, а товарища Рустамова на заднем фоне. Бельчонок, привет. Анастасия Хаберберг пишет. Вот сложная фамилия. Хаберберг, да? Хаберберг. 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 Да, извини. Хаберберг. Хаберберг, да. Привет Бельчонку. Ей тоже привет. Анастасия, вам тоже привет. Анастасия пока молчит, еще не откликнулась. Но сейчас, наверное, будет у нас такая перекличка небольшая. Полуэпистолярная такая. Да. Что касаемо концертов, я понимаю, что сложно, потому что коллектив четыре человека — это, ну, расходы определенные. И понятно, что группа не так известна пока, как, например, Калинов мост. Да, да, понимаешь. Но это все время, это все явление временное. Вот по моим, опять же, я сейчас подчеркиваю, это исключительно мои домыслы, может быть, может быть, просто опыт определенный. Группа становится группой лет через десять после того, как открыло свое существование. Ну, то есть, как началась, как бы, их работа. У вас еще два года. Я серьезно? Таких примеров огромное количество, когда коллективу, вот там, пять-шесть лет, видишь у них там какую-то перспективу, понимаешь, что эти ребятки интересные. Проходит пару лет, уже они становятся еще более интересными. Какое-то время спустя смотришь, их уже и на фестивале, и на серьезно начинают таскать. Замечательно, у вас как раз два годика еще. Ну, а для этого, чтобы это случилось, надо альбом писать. Все, мы прямо в процессе горячем. У меня акустика даже записана, кстати. Так, барабаны и акустика уже есть. Хорошо. В смысле, у меня акустический альбом уже почти готов. Для двух разных альбомов. Уже для двух разных. Слушайте, а может так случиться, что восемь лет без альбомов, потом как-то в один сезон бах, и четыре штуки сразу? Я, кстати, об этом думал, потому что сейчас вот дописывал акустика, то есть мне там песен 15 я сейчас записал туда, то есть наставил на этом альбоме, и у меня уже мысли записать следующие, еще песен 15. То есть четыре альбома схода, я думаю, потяну. Отлично. То есть мне песен хватит. Отлично. На четыре, на пять. Вот Андрей Архипов пишет. Слушаюсь в первый раз, мне реально нравится, буду слушать. Хочу альбом, в общем, круто. Все до кончика волос на башке в голове. Сергей Понтьюшин. Я слышу впервые, мне нравится. Максим Зверев. Мне нравится, я впервые буду искать и слушать. Плюс один поклонник. Николай Кидяев пишет, слышу впервые, буду слушать. Николай Кидяев, на секундочку, это наш слушатель, не из России, он из Лондона. Живет там, да, вот как раз это та часть аудитории, которая за пределами Российской Федерации. Глеб Рыбин. Ну, я слышал только одну песню. Сколько вы сыграли сегодня уже? Седьмая пошла? Это да. Лично мое мнение, послушать можно. Хорошо. Разрешает. Глеб, я вас услышал. Почему вы услышали только одну песню? У вас проблемы с интернетом, я не очень понял. Ребятки спели уже семь. Сейчас будет восьмая по счету, как я понимаю. Да, что это будет? Да, это будет песня под названием «Дзен». Тоже не очень свойственная группе «Берл». Ну, не знаю, мне кажется, она такая. Надеюсь, она свойственная. Хорошо. Да, четверостишая, которая дала название этой песне, у меня появилась одним прекрасным утром, я с ним проснулся, она у меня была в голове. Вот, в общем-то, вот такой вот. Какой четверостиший? Убери современный закон, абсолютно ясен и понятен абсолютно всем. «Убери руки от моего дзена, найди свой собственный дзен». Вот. И вот с таким с утра иногда просыпаюсь. Это недобрыми глазами один кавказец говорит другому. Убери свой собственный дзен. Бери за свой дзен. Как всегда, живой звук в программе. Живые здесь сегодня берлога. Поехали. А все понимают по-своему, между прочим. Я когда говорю про дзен, я говорю про дзен такие. Да, поехали. Здесь всегда будет море. Из-за наших слез тут не бывает пресно. Мы ждем рождения героя. Кто будет следующим Эрнесто? Кто будет следующим Эрнесто? Кто будет следующим Эрнесто? Кто будет следующим? А ты? А ты? Эрнесто? Ковырком Ешь со мной путь соли Делись со мной горсть откровений Из громотводов боли Из водопроводов пен И со скоростью тока И сквозь бетоны и стены Видно, как мы одиноки Видно, как мы совершенны Мы замерзны, чтобы согреться Мы не умем без контраста Между черным и белым есть дверца Разделяй и властвуй Разделяй и властвуй Разделяй и властвуй Разделяй и властвуй Ты Ешь со мной путь соли Делись со мной горсть откровений Из громотводов боли Из водопроводов пен И со скоростью тока И сквозь бетоны и стены Видно, как мы одиноки Видно, как мы совершенны Современный закон абсолютно ясен И понятен абсолютно всем Обери руки от моего цены Найти свой собственный цен Найти свой собственный цен Найти свой собственный цен Найти свой собственный цен Найти свой цен Но ты Ешь со мной путь соли Делись со мной горсть откровений Из громотводов боли, из водопроводов вены Со скоростью дока и сквозь бетонные стены Видно, как мы одиноки, видно, как мы совершены Ешь, со мной будут соли Субтитры создавал DimaTorzok Послушаем, у меня тогда рождается еще один вопрос Опять же, упоминание Дзена и Ратибор Как-то много всего у тебя в жизни интересного Ты увлекаешься восточными философиями, например? Или русской какой-то культурой, имея в виду изучение русской культуры? Всем по чуть-чуть, потому что все, в конце концов, сводится мне к одному К чему? Ну, к общему истоку религии, к общему истоку философии и всего прочего А что такое исток? Вот в этой песне я почему-то, мне послышался на гребенчиков, но не тот, который у вас, а старший Я имею в виду, послышался по нутру, по сути Как-то вот этот дзен, вся эта кальянная культура Ну, у меня этот дзен имелся в виду немножко... Подождите, мне по-прямому Я-то когда говорил о дзене, я имел в виду дзен все же Ага А ты все-таки... Ага Да, я всех обманул Поэтому девушки засмущались в студии неожиданно Нет-нет, если говорить о той, как ты сказал, философии, о тех истоках Что ты имеешь в виду? Это что значит? Что значит истоки философии и истоки религии? Как-то всерьезку? Пошли давай, мне интересно Ну, мне кажется, как и языки все имели какой-то один общий произык, один общий корень Так и религии имели все общий исток, общий прокорень И, мне кажется, каждая религия говорит об одном и том же разными языками, разными словами Как стол и тейбл и все прочее То есть оно, конечно, все облекается какими-то своими обрядами, своими какими-то трактовками Но в целом в Востоке лежит все равно все, что-то какое-то одно Поэтому я, в принципе, не считаю себя сейчас причастным к какой-то определенной конфессии Я все-таки как-то по-другому воспринимаю все это Но если, так сказать, окунаться уж совсем в историю, то про отцы наши и про матери все в Африке Оттуда человечество пошло Да, и про язык говорят, что то же самое, что он, скорее всего, пошел из Африки Хотя точно об этом не говорят Ну, как точно об этом знать? Есть какие-то тропинки, по которым туда пришли То есть ты этим всем увлекаешься? Увлекался или увлекаешься? Ну, увлекаюсь, да, по мере возможностей Это сейчас времени чуть меньше Но это круто Это круто, глубоко Это здорово, нет, правда, я без ирония сейчас говорю Это очень здорово Я когда в свое время, будучи юношей, признавался людям, что я увлекаюсь Блаватской, например, или там Рерихами Магни-йогой На меня как на инопланетянина смотрели А сейчас это совершенно нормальная история В любом магазине купить можно А тогда это достань по девушке, почитать это все Анна Горбунова пишет Смотри, что, большой привет из Шуи О, да, привет, привет Сергей к нам недавно приезжал Да, отличный город Огромное спасибо за чудесный концерт Плейлист пополнился еще одним исполнителем Смотри как А пацанов привез бы? Так, я думаю, что и не одним исполнителем пополнился бы плейлист Вас четверо Сразу Караванов спрашивает, Евгения Есть в репертуаре группы песня, которая была воспринята в штыки Ну, видимо, имеется в виду музыкантами И только железное слово отца основателя Затащило эту песню в программу музыкальную Наоборот есть Так Наоборот Да, да, скорее наоборот Есть песня, которая как атовизм предыдущей группы Монолит Которая позднее была знак ответа Володка песня под названием Свирели Которую я лично не переношу абсолютно Но меня все пинают и говорят Давай ее пой Это замечательная песня, мы ее все любим Вот И поэтому, да, скорее наоборот даже Если Мне не хочется навязывать песню Потому что Ну Настроение, с которым она будет сыграна, для меня важно Вот То есть так получилось, что ты не хочешь ее петь А музыканты говорят, пой Да, и мне важно, с каким настроением я буду петь эту песню А играть им нравится С каким настроением, да, они будут играть мои песни Ты посмотри Я вот только сейчас, кстати, обратил на это внимание У тебя на майке медведь Да Ну, понятно, берлога, да У Макса пингвин Пингвин, да Ну, понятно, папа пингвини, что ты тут делаешь У него микрофон Да, 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 секундочку У Григорьевичякова, у Капитана У него микрофон А Дима Кожаков почему-то Так, он сейчас рубашку рвать будет Там тоже Скистис пошел Там кто это? Маяковский, что ли? Подожди секундочку, я не понял Почему Маяковский с черным лицом? Это кто это у тебя там под рубашкой? Какой-то серьезный мужчина у него там Какой-то серьезный мэн Я думал, ты просто в рубахе в клеточку Вот я и хотел спросить Насколько для вас важен, так сказать, стайл Так называемый, да, сценический образ Люди посторонние говорят, что для нас он важен Так Вот, но мы как специально, сознательно Как-то не сильно об этом задумывались И придерживались Скверцы Степанова поют с крылышками К примеру, серьезно Группа замечательная, у них крылышки Ну, пингвин, ладно Что-то мне пингвина своего Ну, не знаю, может быть, к какому-то концерту Мы сделаем ростовые куклы-медведи А почему нет? Жарко Но это же не тебе Пускай медведи потеют, а вы играете Странно, конечно, что альбомов нет Незаписанных Но ребята уже на пластинку наиграли Пишет Никита Значит, кто-то еще Серый Когда концерт в Подольске Электрический Иван Бездомный Вот тот самый Который с электрониками В принципе, можно как-то договориться Потому что Подольск недалеко от нас Мы Недолго ехать будем В принципе, с радостью это можно Обсуждается Давайте сделаем А что касается концертов Вот расскажи, как они у вас проходят В том плане, как вы их организовываете Кто у вас этим занимается? Когда? Как вообще? Вот Сейчас вот Белла нам помогает, кстати Вот То есть концертный директор, так условно ИО ИО, концертный директор Ну, чем больше концертов, тем лучше Вы же можете тогда окучивать Я сейчас говорю не о том, что надо в месяц сдавать 53 концерта Это глупо Так вы перекормите собой Я в том плане, что Больше аудитории можете зацепить Если каким-то образом Концертики-то небольшие Пускай и на небольшой зал Но тем не менее Ну да Сейчас вот Ну, я просто Я думал, что сначала альбом Как бы в первую очередь Без альбома как-то Скучно играть Через 8 лет он задумался Через 8 лет, да Время пришло По-моему, сейчас музыканты более счастливы, чем ты Они уже как-то у них радость в лицах появилась Огонек такой живой Наконец-то у нас будет альбом На котором будут написаны наши имена Высечены будут Высечены А то только барабаны Демидовские Ну, в общем, будем ждать альбома в любом случае И те три песни, которые записаны Ты мне как-то скинь, ладно? Да, да, конечно Посмотрим, что мы сможем с ними соорудить Так, а в песнях-то где медведь? Все что угодно, но не медведь Медведек в микрофон, пишет Андрей А почему в песнях должен быть медведь? Он типа берлога, значит, медведь Если группа Курара, значит, они должны ядом всех брызгать, что ли? Сидящих на первых рядах в зале Или если группа ногу свело, то Покровскому нужно бедному ходить хромать всю свою оставшуюся жизнь Если машина времени, то, пардон, они должны перемещаться Телепортироваться Телепортироваться прямо на сайте Друзья, ну, берлога и берлога У кого-то прайд, у кого-то берлога У кого-то своё Главное, чтобы было удобно и комфортно Что дальше? А, дальше у нас песня под названием Пилюль Пилюля? Пилюль, только мне сейчас надо... Пилюль? Пилюли Пилюли? Их много Я просто думал, может быть, маленький пилюль просто Я не знал такого слова Пилюли, я понял теперь Пока ребята готовятся, народ требует Зачитывать я перекличку не буду в эфире Города, которые сейчас слушают программу А вот в группе напишите, пожалуйста Народ очень хочет Александра пишет Народ требует отмашку Всё, даю отмашку Пока парни играют следующую песню Пишите города, из которых вы слушаете эфир сегодня Потом парни придут домой Сядут к компьютеру Посмотрят переписку, которая вконтакте И сами обалдеют от того Какая широкая география сегодня Их концерта была Поехали Погнали Вот тебе пилюль, они похожи на пули Они похожи на ветер у виска Брат мой, это грустно Но тебя надули Ты получишь трёхкомнатное из песка И ты узнаешь, как смеяться По закадровому смеку Ты поймёшь, где выход По надписи выход Встретишь доброе слово В магазине на чеке Узнаешь папень эту свою Место перед И я не знаю, куда ехал Точно приехал В это тёмное место Покрытое мехом Я собираюсь наружу Я собираюсь назад 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 Верстятся гайки В нашу кружку быта Мама мне не говорил Никто, что будет так Волчьи стайки Паразитов леса Обязательно настигнут И употребят И ты узнаешь, как смеяться По закадровому смеку Ты поймёшь Где выход По надписи выход Встретишь доброе слово В магазине на чеке Узнаешь по билету Своё место и ряд И я не знаю, куда ехал Точно приехал В это тёмное место Покрытое мехом Я собираюсь наружу Я собираюсь назад 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тебе карта Вот ну и вот то, что надо Судя по масштабу до цели полшага Вот тебе пилюли Вылитые пули Ствол раздирает Кашель пороха И ты узнаешь, как смеяться По закадровому смеху Ты поймёшь Где выход По надписи выход Встретишь доброе слово В магазине на чеке Узнаешь по билету Своё место и ряд И я не знаю, куда ехал Точно приехал В это тёмное место Покрытое мехом Я собираюсь наружу Я собираюсь назад Назад ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Вот это громко Серьёзно громко Хорошо так Я вообще люблю тяжелячок Если уж так По-честному Правда Когда хорошо так Громко Тяжело так Прямо вот так В жилу сразу Бах Чего вы все И все стали крутить Понимаешь Ключ гаечный Дать кому? И все стали подстраивать инструмент Вот Сергей Малявин пишет Я пропустила Про хоккейную команду Чеховские медведи Уже шутили Нет и не будем А зачем? У нас есть Чеховская берлога Собственно говоря Пусть чеховские медведи Сами про себя шутят Он же кстати Пишет Свою так сказать Рецензию По поводу вас Слышу сегодня Впервые Сначала группа Несколько озадачила Даже скорее Негативное отношение Вызвала А потом Начали цеплять Их рваный ритм Сложные мелодии Сложные тексты И такой необычный вокал Хочется теперь еще раз Переслушать Чтобы понять их получше И кстати Появилось желание Пойти на концерт Они очень интересные Если буду не слишком занят Приду 30-го В точку сборки Вот Не туда говоришь У тебя два микрофона Да Я не привык Я все время Привыкся Мне что-то один как-то Надо напомнить Что 30-го числа 30-го апреля В точке сборки В 8 вечера Концерт группы Берлога И собственно говоря Там можно будет услышать Наверное не только то Что вы сыграете сегодня здесь А еще что-то Да? Ну да еще Новые неизвестные Новые старые неизвестные Песни И какую-то Акустическую программу 46-47 Это короткий номер Для смс Сначала Свои Пробельщик А дальше уже все Что хотели бы адресовать ребятам Тут вот народ Перекличку уже Ой Много чего написали Я не буду даже Ну время не хочу сейчас тратить На это потом прочитайте Сами могу сказать Там от Астаны до Лондона Очень широкая география У вас сегодня большой концерт Большой На большую аудиторию И мне лично Это очень-очень приятно Теперь вот что Ну понятно Что когда мы говорим Кстати Хочу сразу сказать Буквально вчера У меня с кем-то был Разговор Не помню с кем С Борей по-моему Ну не важно Когда я решила о том Что вот на Западе Вроде бы как музыкантам легче Ничего подобного У нас есть примеры Живые примеры Например Гопа Ирвуд Из Германии Город Карлсруя Я произнес Слово не ошибаюсь Да Из Австрии Группа Принцессы Ангина Это русскоязычные Все ребятки Они были у нас В программе Собственно И как-то И ротации они есть И знаем их И когда я задавал вопрос Как Ну у вас же там Все проще несколько Меня как на больного смотрели Как проще Начинаю рассказывать о том Как они пробиваются Все ровным счетом То же самое Что в России Поэтому Не забивайте себе голову Всем тяжело Особенно молодым Пробиться Так вот Когда Наступит тот момент А я не говорю Если Я говорю когда Наступит тот момент Когда музыка Станет переносить Уже Финансовый доход Ну то есть Когда уже можно будет Не работать Просто заниматься музыкой Этот момент Когда он наступит Ты готов будешь Его принять Или все-таки Работа Имея ввиду Звукорежиссерство Всеми двумя руками Я буду готов его принять То есть ты бросишь телевидение Бросишь кино Конечно Конечно Сейчас режиссер Слушает программу Но его в пекло Тяжело? Ну Местами иногда Да тяжело Бывают очень длинные смены Но даже не из-за этого Потому что просто Хочется больше музыкой заниматься Чем кино Есть какие-то вещи Которые считают Что должен делать По жизни Понятно Ответ достоин Значит Ничего понять не могу А записи нет что ли Только лайв какой-то нашел Ваня Кокорин пишет Ну вот В этом-то и проблема В этом и проблема Коллектива Что за 8 лет Они не нашли в себе сил Записать ничего Кроме барабана На 5 песен Есть 3 песенки Надо сказать по Берлога Дзен Берлога на всех парусах Берлога Киты Вот эти 3 песни Они записаны Ребята мне их скинут И какие-то уже вариации Могут Случиться В эфире своего радио Но Я думаю что Действительно Писаться нужно Потому что Уже даже народ Который пытается вас найти Заинтересовавшись А найти не может Понимаешь Вот Да я понимаю Поэтому пусть тебе станет Сегодня стыдно Пусть тебе станет Сегодня стыдно Уже стыдно Уже Хорошо Будет больше стыдно Сейчас Я еще раз скажу Надо писать песни Надо записывать альбом Нельзя так разбрасываться Своим талантом Правда Ну это было бы странно Если бы человек Вот так ничего За 8 лет Не оставил Своим слушателям Так чтобы можно было качнуть Чтобы можно было В плеер забросить Знаешь как Когда молодые Даже музыканты Но уже более-менее Подраскрученные Говорят так приятно Идешь по улице А твою песню поют На лавке Сидит человек И поет твою песню Реально Я не буду называть фамилии Но это было бы В этой студии Тоже неоднократно Или например Человек слышит Свою песню В звонке телефона Рингтон такой Ну тебе бы не было приятно Конечно было Все пиши СМС-ку прочитаю Отличный эфир Реализует ли музыканты Себя только в рамках Группы Бирлога Или же есть другие проекты Это вопрос Ник Демидова Это вопрос Другим музыкантам У этого полно всего Поэтому нет смысла спрашивать Он же рассказывал Есть Товарищ Гребенщиков Вы играете где-нибудь Еще кроме Бирлоги? На данный момент нет Вот года 2-3 назад Еще 4 группы было Да Но не сложилось Несерьезный подход Как бы мало выступлений Нету записи Ну как бы уже неинтересно В этом возрасте С нами не смущаешь Что нет записей Вот молодец Вот я сейчас подумал Я подумал Что следующей фразой будет Еще 3 дня не будет записи Уйду Можно шантажировать Запрем на студии А группы были Какого плана группа? Такого же Рок? Рок Больше даже Наверное Поп-рок То есть Как бы Полегче звучание Какое-то Вот А также каверы Были группа То есть Ну это нормально Да А так В данный момент Не плачет Только перелом Даже Даже Я могу сказать Больше Есть Кавер 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 Где мы Переигрываем Мьюз Где-то играет Максим И Толя И я Кстати Это еще одна группа Где мы Играет Максим Так Секундочку Вы Переигрываете Миш Ну да Мы как-то Нечаянно Нечаянно Это все получилось Мы не хотели А покажи А я его Я его Больше перепеваю Чем переигрываю А ты перепой А вот интересно А давай Другой микрофон Только Чтоб красиво было Секундочку Больше Реалитас Ставь И 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 Это был музыкальный ответ Сергея Дмитриева на вопрос, в каких еще проектах он принимает участие. Группа Мьюз. Я думаю, что все узнали. Слушай, очень здорово. И это правда круто. Вот так, если закрыть глаза, так практически один в один, что называется. Вот так у нас есть свои. Ты в микрофон. У нас либо в микрофон, либо молчи. Ты же понимаешь, я тебя вообще не слышал. Давай, говори. Барабаны я еще для меня записать не успел. Вот тебе упрек сейчас. Вот тебе сейчас упрек. Вот это вот надо было сразу. Ты уже барабанчик мне записал. Круто, круто. Я думаю, что сейчас народ всколыхнет. Это твоя музыкальная реплика. Григорий Бочков пишет. Сам в кино работаю, играю в ансамбле. Вот слово какое. Ансамбль «Виа». «Виа», ансамбль. То есть советского прошлого. Да, я тоже играл в школьном ансамбле. Но не сам, а с коллективом. На барабанах играл, между прочим. Да. Но это было давно. Так вот, сам в кино работаю, играю в ансамбле. Как я понимаю, вокалиста, ну, его в топку это кино. Гори оно все, пишет Григорий Бочков. Так, мне сейчас просто интересно, что пишет народ. Пожалуйста, Ирина Титовова. Божественный голос. Значит, вау, мьюз пишет. Некоторые люди просто смайлики такие, улыбчивые, такие вот, просто в восторге. Но мне кажется, что восторг абсолютно оправдан, абсолютно однозначно. Это круто, это очень здорово. Теперь давайте из вашей программы что-нибудь. Ну, его мьюз, это, конечно, красивая группа, все. Ну, надо с вами. Ну, у нас мимимишечная песня опять. Мимимишечная? Мимимишечная. Кусочек неба. Хорошо, что ты сам понимаешь, что ты поешь. Мимимишечная песня. Группа Берлога сегодня из города Чахов. Мимимишечная песня. Кусочек неба. Панали уже. Кусочек неба. Воздух прозрачен и вязок. Уже давно осела горячка лето. Уже давно письма уходят без марок. Изначало в конец света. Со дня на день придет огромный дворник. Он придет и привыкнет свою халтуру снега. Кошка на подоконнике чуть дальше. Кусочек неба. Кусочек неба. Кусочек неба. Чуть ближе урчит чайник. В чем-то мы с ним похожи. В память о теплой ванной. На пальцах смялась кожа. Кусочек неба. Кусочек неба. Кусочек неба. Безвозвратно потерян. Со дня на день придет огромный дворник. Он придет и присыплет свою халтуру снегом. Кошка на подоконнике чуть дальше. Кусочек неба. Кусочек неба. Кусочек неба. Субтитры подогнал «Симон» Посмотрю на часы и выдохну, посуду домой позже Лягу в лодку с нами и пойду ко дну, пойду без задних ножек Со дня на день придет огромный дворник Он придет и присыплет свою халтуру снегом Кошка на подоконнике чуть дальше Кусочек неба Кусочек неба Неожиданно закончилась песня Немножко неожиданно Но, но, но вовремя Все в порядке, все в порядке Все замечательно Напомню, берлога здесь сегодня Так называется коллектив Не берлога здесь сегодня Берлога называется группа Сегодня они в живых Давайте не буду я вас путать А что пишет народ? На майке медведь, на одном ремне лапа, на втором опять медведь Ну да, на втором ремне опять медведь Берлога же Знаешь, как антуражить Люди всматриваются Всматриваются в картинку И определяют, что у тебя там где и чего нарисовано Послушай, давай сейчас немножечко вот о чем Мне просто страшно любопытно Можно считать ваш коллектив молодым? Да, 8 лет это в общем не такой большой срок Чтобы всерьез рассчитывать на то Что вот мы ветераны сцены Да нет, конечно Если я правильно понял из начала разговора Ты к тому пониманию славы Которое в общем принято считать славой Не стремился никогда Занимался просто тем, что нравится Но если говорить о популярности А для музыканта, для артиста, для творческого человека Популярность это очень важный аспект Ты как телевизионщик этого не можешь не понимать Когда в сериал приглашается известный артист Очень фуфлыжный, но известный Его морду знает Это частая история, когда В такой какой-нибудь 12-серийный фильм Приглашают в каждую серию По одному известному очень актеру Да, и сериал тут же становится Только ради рейтинга Рейтинговым Все же понятно Да, все-таки эта чертова популярность Она необходима А без этого никак Ну правда Вот Эх, не хочу фамилии Не хочу никого обижать Но есть масса актеров Которых я, например, на дух не перевариваю Как режиссер театральный по образованию Я просто вижу, что это не актеры Я понимаю, что это люди Ходит человек Ну красивый Или воя Ну не более того Актерских данных нет Но уже популярны И вот приглашают этого человека в сериал Сирия становится Понятное дело Востребована Ну как там же звезда Все остальные актеры рядом Молодые, безумно интересные могут быть Талантливые Ну их мы пока не замечаем Потому что есть на их фоне Они на фоне, так сказать, звезды Без популярности, в общем, сдвинуться сложно Правда Чтобы турчик себе какой-нибудь Небольшой Городов на 15-20 Состряпать на летний сезон, к примеру Что вы делаете для того, чтобы быть Чуть более популярными, чем сейчас? Да вот Ты сразу покрасней и молчишь Я покраснел Я покраснел и все Ну хоть что-то Клипы снимаете? Вот сейчас он начнет снимать На акустической параде песню Клип сейчас будет сниматься Так, чтобы в сеть его выкинуть И чтобы люди хоть там могли Видеть, лайкать Перекачивать себя Да, сейчас я будешь скажу Будет сниматься клип на акустическую Ну вот, на песню, которая будет На акустическом альбоме Который уже записан Вот на стадии сведения Вот И при том на ту песню Которую еще никто не слышал А музыканты тоже не знают? А, на акустической Это сам с собой там? Там, да, сам с собой Но там как-то так Ну, звучит Не-не, я уверен То есть там не просто гитар-голс Там как бы Вот у меня Есть там На всех парусах У меня там есть тоже песня На всех парусах Но она немножко по-другому сыграна И вот там, по-моему, мне 17 дорожек 17 дорожек? Да, в 17 дорожек То есть записано То есть гитара в 3 дорожки Просто прописаны голос в 2 дорожки Плюс дополнительные гитары Дополнительные голоса А, то есть там еще гитары есть? Еще гитары, еще голоса там, да То есть ты слышишь голоса в этой песне? Ой, голоса постоянно со мной На заре В общем, я к чему Братцы, ну надо как-то двигаться, черт возьми Клипы снимать Но хоть пускай это будет Знаешь, вспомни наличие Да? Гитар-гитар Ну, не песня же А так стебушка Ну, классная стебушка И клип снят был, по-моему, в принципе Одной камерой На любительскую М8 Сняли, выкинули И замечательно Ведь человек сейчас имеет уже имя Интернет же творит чудеса Правда А вам отсиживаться, мне кажется В этих катакомбах не надо Вот в этих окопах Вам надо как-то уже в атаку вперед пойти Мы за У нас просто вот есть Шуза Сидя сказал У нас есть военные Есть пингвин Есть два киношника Нет, 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 но у менеджера Вот Вечная проблема Мы не очень Менеджеры Где вы Люди Я сейчас вполне серьезно Обращаюсь к аудитории Ну, кто знает Может быть, где-нибудь В недалеком от Москвы В Владивостоке Найдется интересный человек Занимающийся менеджментом И продвижением групп Талантливых И он скажет Хочу с этими ребятами работать Он будет онлайн с вами работать По выделенке Вот есть замечательный пример Группа ДМЦ Дорога меняется Группа из Полтавы Их краб Ну, в смысле директор Олег Карельник Он вообще в Харькове живет Он никуда оттуда не выезжает Он ими руководит Процессами всеми Через интернет Он зануда в хорошем смысле Если ему что-то надо решить То Юля голову снесет Мне голову снесет Но группа ДМЦ Будет здесь Будет там Будет выступать где надо У них будет Нужное количество людей Алло Владивосток Господа и дамы Если есть кто-то Кто заинтересуется Коллективом Берлога Из менеджеров профессиональных И продвиженцев Да Может быть промоутеры Может быть Только не продюсеры Вот этого не надо Мы боимся Я думаю они вас должны бояться Просто потому что Они другим занимаются Давайте попробуем Как-то этих ребят Продвинуть Мы сделаем все Что мы можем От нас зависящее Но еще очень важно Чтобы были профессионалы Которые занимались бы группой Всерьез Значит Лет 12 назад На свадьбе брата Сейчас я даже подложку уберу Подожди Так Что там было? Не было А есть Есть Значит Лет 12 назад На свадьбе брата Познакомился с Сергеем Он запросто достал дудочку И удивил игрой Запомнил Пытался следить за творчеством Не очень удачно Следить пытался Ага Надеюсь После этой программы Буду чаще слышать Удачи и успеха Василий Поляков Написал Да Видимо блокфлейта достал Только не помню То есть ты не помнишь Кому ты играл на блокфлейте Да кому Кому угодно Аня Ну вот Василий помнит 12 лет помнит об этом Понимаешь На свадьбе у брата Василия Полякова Как я понимаю Он с тобой познакомился Но если это была свадьба Я понимаю Что тебе было уже Не до знакомства На свадьбе достать дудочку И поиграть Может человек уже Угу 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 Ну вот мне нравится Просто мне фраза понравилась Пытался следить за творчеством Не очень удачно Человеку не удалось Особо Вот опять еще одно Подтверждение того Что Ну 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 понятно Ну мы справимся же Ну честно Ладненько Давайте Что-нибудь сейчас поем Что это будет Это будет песня Которая называется Не дышаться Мы обычные концерты Закрываем Но сегодня Другой песен Закроем Как всегда живой В программе Живые берлога здесь Сегодня Поехали Не надышаться Не насмотреться У этого колодца Нет дна У этого колодца Нет сердца Это все Не случайно Мы встретились В поисках Клада Как всегда Не хватит Одного дня Как всегда Не хватит Одного взгляда В такие дни Становишься старше Мы навсегда Запомним этот день Поехали 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 Чернилами души Чернилами души Мы пуля Одного залпа Нам со свистом Вспорвать небо За сухой порох Спасибо Спасибо Кто бы ты Не был Вот и все Командуйте Аплиф Мы ходим На всех парусах За все Пояса Земли В такие дни Становишься старше Мы навсегда Запомним этот день Зрачки дрожат Ползет с перона В окон Оттель Ты Пожалуйста Пожалуйста Пиши По промокашке сна Чернилами души Ты Пожалуйста Пожалуйста Пиши По промокашке сна Чернилами души Чернилами души Чернилами души ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Осталось только попрощаться Сказать пару добрых слов Самим музыкантам И спеть последнюю песню Два часа пролетели как одно мгновение Сообщу, что завтра В программе Живые Группа Разные люди Саша Чернецкий Не думаю, что надо этот коллектив Представлять Что споете на финалочку Не туда пошел Я здесь Ну, песня называется Все равно Все равно Вот такая вот песня Это, кстати, вот как раз из тех песен Которые Сергей не любит петь А мы ему сказали Что это хиты Это еще Тоже, да Это еще нормально Строго сказал капитан Заставляем, да Его Товарищ капитан Товарищ капитан Ну что, спасибо, что были у нас Ребятки, давайте Мы ждем от вас Пластинок Ждем вашего роста Очень хотелось бы, чтобы вы В конце концов Переросли Несколько в другой статус Когда вас уже будут узнавать на улице Окей? Вам спасибо Да нам-то за что Мы дома, вы в гостях Спасибо, что были До завтра Будьте здоровы Берлога заканчивает свою программу сегодня В программе «Живые» Поехали Распахнуты веки Навстречу в ритве солнца Луна спугнула Прозрачную птицу сна Если ночью Чего-то хочется очень То ночь наполнит Мечты бутыль до дна Ведь в мире Все равно Всего должно быть поравно И даже если мы здесь В говне Да где-то же все в цветах Так собираешь матье И в небо пароходами И ты узнаешь нас По перьям на руках Сладко манит магнита Фиолетовой ночи Я с любким медом Песни на губах Нет вкусов в моде Сладко манит магнита Сладко манит магнита И ты узнаешь нас То равен ноль-нулю Сколько ты не крути Вселенские весы Это звучит громоздко Вселенские качели Веселей звучит Ведь в мире Все равно Всего должно быть поравно Но Ну даже если мы здесь Ко мне не Где-то же где-то Где-то все в цветах Так собираешь матье И в небо пароходами И ты узнаешь нас Мы будем все в улыбках Как в детьми В мире все равно Всего должно быть Поравно Но Ну даже если мы здесь Ко мне не Где-то же где-то Где-то все в цветах Так собираешь матье И в небо пароходами И ты узнаешь нас По перьям на руках Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин